Сегодня на канале давай запишем небольшой микшерный пульт от RC-F F10XR. Поехали! Это микшер на 10 входных каналов. Первые четыре канала у нас оборудованы микрофонными предусилителями. Всё, что дальше, до их слова, вот эти самые четыре канала первых, мы можем с вами также использовать и для подключения линейных источников. Причём первые два канала у нас в моно, все остальные каналы у нас даны стерео. Инструментальных входов здесь нет, так что если вы захотели подключить инструмент сюда, то нужно будет использовать DirectBox. Последние стереоканалы, последняя пара стереоканалов имеет входы как на TRS разъёмах, так и на разъёмах RCA. Они же тюльпаны в простонарозе. Усиление. И это здорово, что крутилка громкости по входу, входного усиления, есть на каждом канале. Для стереоканалов и для микрофонных входов, само собой. Дальше у нас срез низких частот, 80 Гц и всё, что ниже. Также на каждом канале у нас такой срез имеется. Крутилка компрессии для первых двух каналов для микрофонов. Эквализация. Она есть на всех линейках, и это очень здорово. Да, на двух последних стереолинеечках она урезанная на две полосы, но учитывая, что сюда можно подать музыку с компьютера по USB, её уже можно как-то эквалайзером подстроить, хоть и двухполосным, но всё равно это достаточно удобно. В остальных случаях эквалайзер у нас трёхполосный. Верхние, средние и низкие. Всё по стандартам. Вслед за эквализацией на каждом канале у нас есть крутилочка посыла на внутренний встроенный процессор эффектов. Но помимо всего прочего, эта ручка будет посылать звук и на внешний процессор эффектов, или на внешний монитор, который вы подключите к AUX-выходу на пульте, что тоже достаточно удобно, если вдруг хотите воспользоваться каким-то внешним прибором. Дальше у нас панорама, причём это панорама для моно, для стереоподключения. Это ручка баланса, тоже удобно. И усиление выхода того звука, который у вас собирается на мастер-шину. Раз уж мы заговорили о мастере, здесь он на XLR-разъёмах, это очень здорово. Также в случае чего всё это дело продублировано TRS-разъёмами, если вдруг ваше усиление подключается по TRS-проводу. Также есть пара разъёмов Control Room. Это разъёмы для подключения мониторов, причём усиление вы можете управлять раздельно. Раздельное усиление идёт у вас на массе, раздельное усиление на Control Room. Если в мониторе вам нужно дать чуть-чуть потише. Разъём под foot switch, под педальку для упрощения управления вот этим самым пультом и общего удобства. Ox-разъём, как я уже говорил, можно подключить. Внешний процессор или монитор, который вы поставите на сцене, возможно. Есть разъём под наушники для тихого контроля, если Control Room вам вдруг недостаточно. Процессор эффектов, о нём мы с вами поговорим подробнее, но чуточку попозже. Ещё маршрутизация. То самое главное, о чём я забыл вам сказать. Ну, чуть не забыл. Последний канал, как я уже сказал, вы можете отдать под музыку с вашего компьютера. Подключить вот эту штуку, как внешнюю звуковую карту, нажать кнопочку и последний канал, он перестанет работать с физическими входами, он станет работать с выходом вашего компьютера. Главное, назначить всё правильно в рабочей станции или Windows, смотря где вы, откуда вы хотите получать конечный звук. Фантомное питание, оно включено и не мудрено, потому что в этом ролике мы используем конденсаторный микрофон AC-T2. Он находится надо мной на расстоянии где-то 45-50 сантиметров. Помимо фантомного питания подаём на него усиление. Где-то на три часа у нас усиление по входу, где-то на три часа у нас усиление по выходу с микрофонной линейки. Эквализации нет никакой, компрессию мы сейчас выключили, микрофон в кардиоиде, и примерно такой звук вы сможете получить с помощью этого самого пульта и какого-нибудь конденсаторного микрофона. Выход, усиление выхода control room, раздельный выход под наушники и раздельное усиление для подключения мастера. Весь ролик сейчас и дальше вот этот самый пульт мы будем использовать в качестве внешней звуковой карты, внешнего аудиоинтерфейса. Подключили его по USB-разъему, который у нас есть сзади корпуса. Находится он прямо рядышком с блоком питания. Это кнопочка включения и, конечно же, разъём для подключения всего этого дела в розетку. Наверное, самой примечательной фишкой вот этой консоли будет встроенная звуковая карта. Да, эти микшеры можно пользоваться не только как пультом в привычном понимании, но и как внешней звуковой картой. Например, на концертах записывать стереосумму с вашего пульта, возможно. Например, воспроизводить что-то на концертах, те же самые стерео-подклады с вашего компьютера. Или дома записывать музыкальный инструмент и себя одновременно в стерео. Ну на два канала, раздельный я имею в виду. И слушать музыку, и опять же, что-то сводить из дома. Вот этот пульт позволит такие вещи делать без каких-либо проблем. Всё это пишется в стерео. Звуковая карта формата 2 на 2, то есть два входа и два выхода. Пишется мастер, и стерео воспроизводится на последнюю линейку, если мы нажали верную кнопку. Как записать два канала раздельно? А впрочем, давайте я не буду пока что раскрывать все карты, и об этом скажу вам прямо перед тестом. Сейчас давайте поговорим о встроенном блоке с эффектами. Для того, чтобы услышать эффекты, я, конечно же, возьму свои наушнички. Я, конечно же, открою посыл... а давайте полностью открою посыл с микрофонной линейки. Открою здесь всё, что нужно. Также посыл и возврат, и я уже слышу. Но давайте сделаем немножечко потише. Итак, первый эффект. Первый эффект это маленький холл. Звучит он следующим образом. Вариации эффектов здесь нет, так что всё будет достаточно быстро. Второй эффект. Большой холл. Третий эффект. Маленькая комната. Четвёртый эффект. Это уже яркая комната. Пятый эффект. Это... это плейд. Шестой эффект. Это плейд, но немножечко другой. Тот был более тонкий, если верить надписи на пульте. Эффект номер семь. Это пружинный ревербератор. Давайте добавим. Добавим. Эй! 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 Как-то не особо похоже на пружинный ревербератор. А, ну хотя... Хотя на сибиллиантах как-то немножко вылезает. Восьмой эффект. Пошли дилеи. Это мультитап дилей. Эффект номер девять. Тоже дилей. Аналоговый, если верить надписи на пульте. Эффект десятый. Хорус верб. Это что-то из разряда таких вокальных эффектов, когда вы хотите всё и сразу. Ну и для того же самого караоке, к примеру. Эффект номер одиннадцать. Это стереохорус. Давайте его добавим побольше. Я же... друзья, вы же знаете, я обожаю хорусы. Это мой любимый эффект. Это моя любимая модуляция. К слову, дальше у нас идёт флэнжер. Давайте его тоже навалим. Я думаю, на модуляции даже не будем убирать. Тринадцатое, потому что это фейзер. Один, два, три, четыре, пять. Четырнадцатый эффект. Это реверберация с гейтом. Пятнадцатый эффект. Это флэнжер и реверберация. Один, два, три. Раз, два, три. И шестнадцатый эффект. Это вокал вместе с наложенным эхом. Напомню, что без каких-либо эффектов мой голос звучит следующим образом. Если сравнивать этот пульт с F6 более младшей версией, то здесь по сравнению с ней добавилось два компрессора и встроенная звуковая карта. И на самом деле это здорово, если говорить о тех же самых стримах, прямых трансляциях, каких-то подкастах. То есть тех ситуациях, когда, во-первых, вам нужна звуковая карта, чтобы это всё дело записать. И во-вторых, вам нужен звук уже нормальный, с обработкой, с вот той самой радийностью, которую придает компрессия, уже на этапе записи. Компрессор в этом вам прекрасно поможет. На самом деле, если мы уже с вами начали говорить про подкасты, про какие-то такие вещи, то если мы сейчас пишем всё на конденсаторный микрофон, то большая часть дикторских микрофонов, которые созданы для именно захвата голоса ведущего, они динамические. И они порой требуют слишком много усиления, и некоторые устройства с ними банально не справляются. Поэтому я предлагаю вам небольшой тест провести. Я возьму вот такой микрофон. Это просто... это динамический микрофон, который... он создан для вокала, но он также подойдёт для голоса. Я его подключу в одну из линеек. Сейчас самое важное, я разведу эти два микрофона по панораме. Сейчас пока что вы слышите конденсаторный микрофон. И я открою этот динамический микрофон. Дам ему усиление и проверю, что у нас по уровням. Да, по уровням он приходит, мы его прекрасно слышим. И вот таким образом этот пульт работает с усилением динамических микрофонов, что важно. Потому что если вы этот пульт используете на концертах, то, конечно же, вы будете использовать динамический микрофон. Если этот пульт вы будете использовать для подкастов, то, само собой разумеется, скорее всего, динамический микрофон, вы сюда также будете подключать. И в целом звучит он не так уж и плохо. Сейчас давайте отложим всё это дело и проведём тестик. Но я вам обещал рассказать перед тестом одну небольшую фишечку. Как мы будем записывать два сигнала, в нашем случае двух музыкантов, не по центру, чтобы они сразу оба были в двух каналах, а раздельно. То есть, допустим, вокал в одном канале, гитара во втором канале. Всё очень просто. Мы пользуемся тем же самым способом. Мы берём первые два канала и разводим их по панораме. Всё это дело у нас пишет стереосуму с пульта. В левом канале, допустим, у нас будет вокалист, а в правом канале у нас будет гитара. Они не будут пересекаться, и отдельно мы их сможем позже уже свести по нашему вкусу. Давайте послушаем! Достаточно интересный миниатюрный аналоговый пульт на 10 каналов. Ну на самом деле каналов здесь шесть с учетом стереолинеечек, но по паспорту 10 каналов, если вы используете стереоподключение. С него можно провести какое-нибудь небольшое мероприятие, с него можно что-нибудь посводить дома, записать подкаст или отправлять свой голос и даже каких-то собеседников прямо в прямой эфир, благо необходимая обработка здесь имеется. К слову, два компрессора, это очень здорово. Стройная звуковая карта позволит делать кучу всего, в том числе и записывать всё, что у вас звучит на пульте. К слову, о записи записывать можно не только на компьютер, но и на миниатюрные устройства мобильные от Apple. Правда, не без костылей, но друзья, это всё-таки это Apple. И я надеюсь, вы уже успели к этому привыкнуть. В любом случае, это был канал Давай Запишем. Я зову вас в комментарии, как всегда. Напишите, что вы думаете по поводу этого пульта, по поводу его звучания. Если сталкивались с RC F в целом, напишите ваш отзыв по бренду, по их оборудованию. Поставьте лайк, если видео пришлось по душе, подпишитесь на канал, ведь впереди много нового, интересного и, конечно же, из сферы Pro Audio. На канале Давай Запишем, где я напомню, мы с вами говорим про это самое Pro Audio. Пока! USB. Её уже можно как-то эквалайзером подстроить, хоть и двухполосным, но всё равно это достаточно удобно. В остальных случаях эквалайзер у нас трёхполосный. Верхний, средний и низкий. Всё по стандарту. Это мой, да? Урод, давай через стол. Конечно. Так.